МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета совершил рабочий объезд территории. Горячий, ладно, у вас все работает. Спасибо вам. Именно для нас. Расскажем о работе сотрудников службы дознания. Люди, которые решили заниматься противоправной деятельностью, они тоже развиваются. Каждый раз придумывают новые способы совершения преступлений. Жителю поселка Развилка Михаилу Трофимовичу Юдину исполнилось 95 лет. Я пришла вас поздравить с вашим великолепным юбилеем. И не верится, что этому молодому мужчине 95. В минувший выходной глава муниципалитета Валерий Венцель совершил плановый объезд территории Ленинского городского округа. Вместе со специалистами профильных структур администрации он провел осмотр домов и подъездов, детских площадок и культурных учреждений в городе Видное, в поселках Ленинский и Развилка. Анастасия Воронина расскажет подробнее. У главы муниципалитета нет времени на отдых. Даже в выходные он тщательно следит за проделанной работой своих подчиненных. Так, в субботу им был запланирован объезд территории Ленинского городского округа. Сначала Валерий Венцель проверил выполнение своих поручений, касающихся облицовки домов и благоустройства в целом в Видном. Особое внимание глава уделил дому, несколько квартир которого пострадали в сентябре от пожара. Когда закончим постановку? Внутри, в течение двух недель. Хорошо. А что с этим? Здесь будет отмывка и, соответственно, срок. Срок, когда? Вот они сейчас перешли на эту сторону. Срок, когда? Сок сентября. Следующей остановкой Валерия Венцеля стал поселок Ленинский, в котором он пообщался с жителями. Активистка Надежда Скворцова рассказала о насущных проблемах всех близ стоящих домов и поблагодарила главу за все уже выполненные просьбы. Основной вопрос – это горячее водоснабжение. Нам сделали горячую воду, поставили колонки. Это вот основной вопрос. И, конечно, благоустроена вот эта территория теперь у нас. Мы тоже вот этим довольны. Горячее водоснабжение в квартирах Валерий Венцель проверил лично. Горячая вода у нас. Спасибо. Все работает. Спасибо вам. Именно для нас. Существует. Завершающим местом субботнего объезда стала развилка, где глава осмотрел детские площадки, заглянул в местную библиотеку и оценил качество ремонтов подъездов. Старосты домов подготовили подробный доклад о результатах. Вставить разбитые стекла. Вставили разбитые стекла. На двери? Да, да, да. А может быть, двери поменят? Они написаны там перечень. Заменить ходную дверь, также двери лифты, полные всех этажах, на металлические противопожарные с довольщиком. Заменили? Нет. Очень полезные встречи. Почему? Потому что на основе этих встреч мы формируем, прежде всего, планы на будущие годы. И вот сегодня мы сделали и приняли решение вместе с жителями включить часть подъездов в программу ремонта следующего года. В то же время и по программе капитального ремонта обратиться в фонд для проведения конкретных домов по программам этого фонда. Валерий Венцель дал ценные поручения своим подчиненным и обратил их внимание на ряд замечаний. Прислушался к советам жителей и пообещал, что впредь будет держать все строительные и ремонтные работы в Ленинском районе под личным контролем. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Их работа опасна, трудна и вместе с тем интересна. В преддверии дня службы дознания органов внутренних дел наша съемочная группа пообщалась с дознавателями, стоящими на страже порядка в Ленинском округе и узнала об особенностях и сложностях этой профессии. 16 октября свой профессиональный праздник отметят сотрудники службы дознания МВД России. Именно они расследуют преступления малой и средней тяжести, кражи, мошенничество, хулиганство, уклонение от уплаты алиментов и кредитов всего около 80 статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В отделе дознания Ленинского района сейчас работает 10 человек. Удивительно, но чаще всего дознавателями трудятся женщины. Тяжелая работа и частые суточные дежурства не пугают представительниц прекрасного пола. За плечами заместителя начальника отдела дознания Оксаны Семиной и работа следователем и службы в дознании, говорит, в этих сферах не бывает рутины. В принципе, мы стараемся планировать свой рабочий день. Каждый дознаватель знает, что он будет проводить, что у него запланированы очные ставки, выемки, допрос потерпевших, допрос свидетелей, допрос подозреваемых, договаривающихся с адвокатами. Начальник отдела дознания Дмитрий Ильичев уверен, чтобы успешно справляться с работой дознавателя, необходимо обладать определенными личными качествами. Для нашей работы необходимо, прежде всего, обладать напористостью. То есть дознаватель должен быть напорист, потому что лиц, с которыми мы привлекаем к уголовной ответственности, всячески пытаются избежать этой уголовной ответственности. Поэтому напористость, знание закона – это обязательное требование. Василий Казаков в профессии уже 16 лет. Говорит, несмотря на кажущуюся обыденность, работа дознавателя как игра в шахматы. В каждой партии есть ходы, которые нельзя предугадать. Прогресс не стоит на месте. И, так скажем, люди, которые решили заниматься противоправной деятельностью, они тоже развиваются, каждый раз придумывают новые способы совершения преступлений. Поэтому в этой сфере, именно в сфере преступлений, связанных, скажем так, с высокими технологиями, приходится постоянно что-то новое для себя открывать. Стабильно высокие показатели сохраняются по кражам, хищениям, мошенничеству, незаконной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Но служба дознавателей держит руку на пульсе и своевременно пресекает подобные преступные деяния. За последние 9 месяцев в отделе дознания Ленинского района в производстве находилось более 450 уголовных дел, из которых 248 в итоге были направлены в суд. Рак молочной железы – одно из самых страшных онкологических заболеваний. В зону риска в основном попадают женщины, но встречается он и у мужчин. Статистика постоянно растет – рак молодеет. Если раньше ему были подвержены женщины старше 40 лет, то сегодня возраст стал ниже. Бывают случаи, когда рак груди ставят даже детям. Очень важно проходить диспансеризацию, чтобы иметь возможность выявить болезнь на первой стадии. Тогда шанс на выздоровление составляет около 96%. Женщины идут на маммографию. Маммография проводится с 40 лет раз в год. Также можно проводить ультразвуковое исследование молочной железы. Это у молодых женщин до 40 лет. По результатам маммографии и при обнаружении доброкачественных или подозрений на злокачественное образование, далее пациентку направляют к маммологу, к онкологу. Которые проводят дальнейшее обследование и лечение. В Видновской районной поликлинике есть все необходимое оборудование для выявления доброкачественных или злокачественных образований. В кабинете на четвертом этаже установлен маммограф. Взять направление на это обследование можно у терапевта. К чему готовятся женщины, так скажем? Я ее обо всем предупреждаю. Прежде чем мы начинаем обследование, я предупреждаю, какая процедура, что она не очень приятная. И начинаем делать укладочки. Стоит из двух укладок. Косые и прямые. За счет компрессии молочной железы сдавливать. Помимо своевременного обследования, существует ряд мер, способствующих снижению риска развития рака молочной железы. Это правильное питание, грудное вскармливание, физическая активность, отказ от курения и крепких алкогольных напитков, исключение воздействия прямых солнечных лучей. В этом точно убеждена пациентка Елена Козлова, которая столкнулась с болезнью, но, к счастью, оказалась в руках опытного врача. Результаты есть, да. Спасибо ей большое, она очень внимательная. С помощью ее я выздоравливаю ее. Уже хороший результат получился. Главное – лечиться, я так понимаю, да? Да, и не загорать. Наше здоровье находится в наших руках, поэтому следует запомнить несколько правил, которые могут повлиять на развитие рака груди. После 30 лет стоит быть особенно внимательным к себе. В этой болезни присутствует наследственный фактор. Прием гормонов, поздние роды, позднее наступление климакса, отказ от грудного вскармливания, ожирение, увеличение щитовидной железы. Врачи уверены, если каждая женщина будет достаточно знать об этом заболевании, то и статистика онкобольных уменьшится. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Возраст – это только цифры. Именно такая фраза как нельзя лучше описывает героя нашего следующего сюжета. Михаилу Трофимовичу Юдину исполнилось 95. Персональное поздравление от президента России ему вручила начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева. Десятки лет прошли с тех пор, как в одном из домов развилки поселилась семья Юдиных. И сегодня здесь праздник. Глава семейства Михаил Трофимович отмечает 95-летний юбилей. По доброй традиции в гости к имениннику приехала начальник Ленинского управления соцзащиты Елена Гусева. Она сказала ветерану теплые слова, вручила подарки и персональное поздравление президента России. Я пришла вас поздравить с вашим великолепным юбилеем. И не верится, что этому молодому мужчине 95. Да никогда не поверю, что честное слово. У меня сегодня очень почетная миссия. Во-первых, возьмите цветы. Они для вас. Это подарок от губернатора. И самое главное – поздравление от президента. Москва, Кремль. Судьба Михаила Трофимовича тесно переплелась с нашим краем. Уроженец деревни Ощерина практически всю жизнь живет на родной земле. Исключение годы Великой Отечественной войны, которую он провел в тылу на севере. Потом Михаил Юдин трудился на Молоковской фабрике упаковочных изделий, в московском газоперерабатывающем заводе, во ВНИИГАЗе. Раскрывая секрет долголетия, юбилеар говорит, что главное – это оптимизм и любовь к жизни. А еще никуда без чувства юмора и иронии. Семья – особая гордость ветерана. Почти полвека он прожил с красавицей женой. Вместе они воспитали сына и дочь. Юбилеар однолю по всем. Даже свою страсть к чтению он пронес через всю жизнь. И сейчас ни один его день не обходится без прессы. Утром он встает, делает небольшую зарядку. Это у него все время там позавтракает. И в 9 часов он отправляется в киоск за газетами. Каждый день? Каждый божий день. Какая бы погода ни была. Дождь. Они все его уже знают, любят. Даже его все время с праздниками поздравляют. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Михаилу Трофимовичу здоровья. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин. «Видное ТВ». На сегодня это все новости. Желаю вам хорошего вечера. До свидания.